Геннадий Жарикова к врачам автопоезда здоровья привел сердечный приступ. В воскресенье, откидав снег от дома, мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Говорит, сильная боль за грудиной не давала покоя целых три часа. Но вызвать скорую тогда не решился. После этого больше не было никаких признаков. А вот сегодня на приемную кардиологу, значит, кардиолог решил срочную госпитализацию, потому что возможен инфаркт миокарда. Ежегодно в Алтайском крае врачи регистрируют до 5000 инфарктов. К сожалению, эта цифра постоянно растет. Поэтому кардиологи советуют при сердечных болях немедленно набирать 0,3. Первые часы являются решающими в поединке с болезнью. Обычно это 90 минут, плюс-минус. Но мы пациента должны стараться, чтобы он попал либо к нам в кардиодиспансер, либо в краевую клиническую больницу. Лучше до 12 часов от начала болевого статуса. То есть в это время мы максимально можем помочь, и меньше будет осложнений. Зная эти особенности заболевания, руководитель автопоезда сразу принимает решение вызвать бригаду кардиодиспансера. Между тем прием врачей продолжается. В очереди любопытствующих нет. У Ольги Нагорновой, к примеру, уже несколько дней сильно болит спина. Поехать в 10-ю поликлинику, которая занимается обслуживанием жителей Черницка, времени тоже нет. В пути придется потерять целый день. Здесь чем лучше? Ну вот, во-первых, никуда не ехать, на месте. И внимание очень хорошее у докторов. Здесь же у нас много и пожилых людей, у которых есть у кого-то машины, у кого-то их нет. А до города проблемно, да, добраться? Ну, конечно. На 108-м автобусе только автобус один ходит. Всего за неделю врачи автопоезда посмотрели больше 700 жителей Бельмесева и Черницка. Провели около 600 исследований. На протяжении четырех лет спутники врачебной бригады, переносные УЗИ аппарат и электрокардиограф. А к Геннадию Жарикову скорая приехала даже раньше, чем через час. Теперь, говорит руководитель автопоезда здоровья Владимир Захаров, больной в надежных руках. Ольга Калачева, Николай Шилко, информационный канал, город.